Сейчас недельная глава Трума. Хотел бы сказать несколько слов о порядке этой главы. Я прежде всего прочитаю своими словами то, что пишет Рамбан в видении книги Шмот. Он говорит так, что книга Брешит – это книга творения, творения мира, творения всего созданного. Затем отцы еврейского народа Авраам, Исхак и Яков – это тоже как бы их творение относительно их детей. В них, в их действиях заложено уже то, что произойдет с их детьми в определенной мере. Эта книга Брешит. Книга Шмот – это книга об изгнании. Вот как евреи спустились, были под лигом Египта. И как они оттуда вышли. Ну, они оттуда вышли. Это об этом говорится в третьей главе книги. Бо. Ну, полный выход был уже, когда египтяне потонули возле моря. Хорошо? Четвертая глава. Ну, он говорит, полный, это еще недостаточно, что они вышли физически из угнетения. Нужно было, чтобы они духовно поднялись до уровня их отцов. До уровня отцов еврейского народа. Было дарование Торы. А после этого было указание о постройке Мишкана. И когда построили Мишкан, и было там присутствие шхины, присутствие близости Бога, этим заканчивается вторая книга. То есть выход их был не только выход физически из угнетения, но что они достигли уровня их отцов. Так говорит Рамбан. То есть по Рамбану понимается, что главы Торы написаны по порядку. Значит, по порядку. И в главе «Ятро» рассказывается о даровании Торы. Затем он же поднялся и был 40 дней в горе. В эти 40 дней Бог сказал ему много законов, которые были, которые написаны в главе Мишпатым. И Бог ему сказал о постройке Мишкана. А что такое Мишкан? Постройка места, где было присутствие близости Бога. Бог находится в любом месте. Но особое присутствие Бога, особая святость, так бы это было в Мишкане. И когда Мишеп был 40 дней в горе, Бог ему сказал так же о ее постройке Мишкана. И потом идет глава Трума, говорит о постройке предметов Мишкана. Мишкан – это переносный храм, который евреи построили в пустыне. Затем мы построим первый храм, второй, и дай Бог будет построен третий. То есть это все сказано по порядку. Затем Трума сказана о постройке предметов Мишкана, о постройке двора Мишкана, постройке самого Мишкана. В голове ТЦА говорится об одеждах Куаним и обновлении Мишкана. ТЦА, кипаршат КитЦА, заканчивает подробности про воскурение, масло-помазание. А затем в голове ТЦА, который нам рассказывает о том, что произошло, когда Мишкан был на горе 40 дней, что произошло в еврейском народе, о грехе золотого телца. То есть указание о постройке Мишкана было первые 40 дней. Это мнение Рамбана и в Зоре есть такой кусок, в котором так видно. То есть это был план изначально, что настоящий выход их из Галута, из Египта должен был бы закончиться их духовным подъемом, дарованием Торы и постройкой Мишкана. Это мнение Рамбана. А мнение Раши? Другое. Раши очень краткий, поэтому я только зачитаю то, что Раши пишет в главе КитЦА. В главе КитЦА, прямо когда начинается страшная история с золотым телецом, Раши пишет очень кратко. Написано тут «Бог дал Моше», и дальше история с золотым телецом, с грехом золотого телца, точнее. Это был страшный грех, который воздействовал на всю дальнейшую историю еврейского народа. Раши пишет так. «Нету в Торе, что раньше или что позже». То есть, не обязательно то, что написано раньше было раньше, а что позже – позже. Иногда может быть то, что написано раньше было позже, а что позже – раньше. История с золотым телецом раньше, чем приказа построить Мишкан на многие дни. И Раши говорит, указание об этом было, когда Бог простил грех золотого телца. В Йонг-Кипур Бог полностью простил еврейский народ. Тогда был приказ о постройке Мишкана. Параши получается совсем по-другому. Параши слышится, что все указания о постройке Мишкана было после греха золотого телца. То есть, признаком примирения Бога с еврейским народом было указание о постройке Мишкана. Вообще-то, по Рамбану тоже это связано. Но по Рамбану это так. Был первые сорок дней Бог велел строить Мишкан. Затем, когда был грех золотого телца, это был гнев Бога на еврейский народ. А Мишкан – это знак особой близости. Поэтому, пока не была возвращена близость между Богом и еврейским народом, невозможно, нет места строить Мишкан. Строить место для присутствия Бога. Когда Бог полностью простил еврейский народ, тогда было дано указание строить Мишкан. По Рамбану тоже. Но по Рамбану это был изначальный план, который, так сказать, задержался из-за греха золотого телца и потом вернулся на свое место. Это по Рамбану. А по Раше слышится по-другому, что все эти главы Трума и ТЦБ это как знак примирения Бога с еврейским народом, полного прощения. И тогда было дано указание строить Мишкан. Задается законный вопрос. А как по Раше? А как с близостью Бога с еврейским народом? Этого бы не было. Без греха золотого телца, скажите. Логично, что без греха золотого телца близость должна была быть еще больше. Правильно? Раше не пишет об этом. Но есть комментатор Торрис Фурно, который пишет, и, по-видимому, его пусть подходит как раз к пути Раше. Он с Фурно, который жил около 400-500 лет назад в Италии, пишет так. Не делайте со мной богов и серебра, богов и золота. Здесь жертвенник из земли сделай мне и принеси на него свои жертвы в каждом месте, что я вспомню мое имя, я приду к тебе и построю тебе богословление. Сфурно пишет так. Ты не должен мне делать что-то роскошное и какие-то особые средства приблизятся ко мне. Не нужны серебра и золото, а не должен делать дворцы роскошные серебра и золото, бриллиантов. Нет. Достаточно жертвенника земли с этой простотой и ты можешь достигнуть близости с Богом. Где вы вспомните мое имя, я приду к тебе и пошлю брага. То есть так. Конечно, близость с Богом должна быть. И это должна быть параша. Но нет необходимости в такой красивой постройке. Это все могло бы быть просто построить жертвенник и могло бы быть более просто. Так пишет с фурну и по-видимому это и есть путь раши. Я только... Так получается по рамбану это изначально был план именно так строить, а по раши изначально если идти по пути то ли трумо что взяли мне приношение. Ме эйс колыша с каждого человека аша едвену ли бэй. Сердце его с добротой захочет дать тихо возьмите с трумо си мое приношение. То есть основа в этом что? Доброта сердца. Основа не не сумма не сколько стоит приношение доброта сердца. Уже обращаю внимание что значит возьмут мне приношение. Естественнее надо было сказать чтобы дали приношение. А что значит возьмут? Один из комментаторов книги Цартроламор объясняет это так что то кто дает на мешкан он вообще-то он дает на важное дело на постройку мешкана. Он от того что он дает он получает больше чем он дает. Поэтому Тора так выражается берите. То что он дает он по сути он берет больше. Везли сатруму это приношение ашаты к хумейтам что вы возьмете от них что тут упоминаются материалы из чего был построен мешкан. Зогов серебро он хочет иметь вы обратили внимание идет по стоимости сверху вниз золото затем серебро затем медь устрел с вагомон везли ашони это виды ткани все три из шерсти тхейлез голубая шерсть покрашенная от определенного моллюска хилозон именно от него аргомон покрашенная пурпурно-красная везли ашони красная покрашенная от крови чавычка вешейш это лен везли и козьи шерсти везли эйлим моодомим шкуры баранов покрашенные красным везли тхошим шкуры такого животного тхошим который был прекрасными цветами и переливался своими цветами вазли шитим бревна из дерева шитим определенный вид кедра раше пишет откуда у них в пустыне были деревья откуда это известно даже если кто-то берет с собой в пустыню серебро золото но бревна не берут так раше пишет так откуда у них были в пустыне репутант хома говорит так якоб видел в руах акодеш что еврейский народ будет построить мешкан в пустыне и он привез с собой кедры в египет посадил и велел своим детям взять с собой когда они выйдут из египта и они взяли с собой масло для освещения какое масло масло обычное в торе это оливковое масло псомим лэшэмэн амишхо бликтырэс асамим такие пахучие в основном это растения для масла помазания которым надо было мазать и куаним и предметы храма а эти маслом потом мазали и куаним гдолим первосвященников и некоторых царей почему я говорю некоторых царей потому что царей надо было мазать только если было какие-то споры и недопонимания тогда мазали а если на трон садился сын то его не мазали не надо было мазать бликтыра с асамим для состава из которые для для воскурения воскуряли кторат было воскурение специальное в мешкане ну мы молитве это упоминаем кторат оно было из 11 компонентов подробно подробнее о которых это в главе китиса теперь камни шоам камни шоам камни наполнения в которых делают ямочки для эйфот и для хошена эйфот были два таких камня на которых были написаны выгравированы имена 12 колен 6 на одном плечике на камне которые на одном плечике 6 на другом а хошен было напротив сердца первосвященника и там было 4 ряда камней в каждом было по 3 колена всего 12 там были разные камни а тут были два камня шоам вы осули мигдош сделает вне храм вы шоам мигдош святое место я буду находиться среди них приводит медраж не написано я буду внутри него сделает мне святое место а я буду находиться среди них среди еврейского народа орхайм задает интересный вопрос как вы уже обратили внимание тут же упомянуты 13 материалов как идут эти материалы от дорогого к более дешевому сверху вниз каждый знает что золото дороже серебра а серебро дороже меди и так далее а бревна это еще менее дорогой материал правильно любопытно что в конце этого списка камни шоам и бриллианты милуем скажите это дешевле серебра и меди дешевле золота дешевле даже бревен как вы думаете бриллианты дешевле или дороже так почему они вдруг их поставили в конце списка что это такое начинают сверху вниз золото серебро медь ткани бревна а тут в конце списка бриллианты урахаим сам отвечает три ответа я я приведу вам два из них я помню рабхайм шуму лебедь зацал их и подробно объяснял тут же написано каждый чтобы дал то что по доброте сердца правильно что основное приношение доброта сердца не столько важна стоимость приношения как доброта сердца а кто принес вот эти драгоценные камни в главе вояки это написано четко и ясно написано так как Мошея собрал евреев Мошея Арон и и все стали приносить мужчины женщины с большим воодушевлением женщины приносили свои украшения и приносили а дальше написано ванеси им то есть князья колен и бью принесли камни шоама и камни милуим для ифа и для хошена князья тут есть я зачитаю раши тут князья принесли и это написано после того как простые люди принесли спрашивает рабнатан почему князья при обновлении мешкана обновлении жертвенника принесли первыми сразу в голове на стол приводится какие они принесли приношения а при постройке мешкана они не принесли в начале почему он отвечает на это так князья сказали пусть общество принесет что они принесут а что будет не хватать мы дополним общество все дополнило принесло все написано было достаточно сказали князья что мы можем князья колен что мы можем делать что осталось для нас они принесли вот эти камни шоам и милуи и поэтому при обновлении жертвенника они принесли первые постарались исправить ошибку продолжает раша и потому что они ленились сначала ленились то кто приносит в конце это лень ленится не хватает буква от их имени написано в анусе им без юда то есть если в торе что-то пишется полным написанием это говорит о большей полноценности этого духовной полноценности этого человека а если написано без говорит что-то в его духовности не хватает тора может иногда пишет полные и неполные если вы помните в главе эфрон все время он пишется с вавом а поезд тому как он стал придираться и раньше он сказал мне вообще ничего не нужно а потом сказал только такие монеты только так так там эфрон пишется без вава как можно сказать кошелек эфро эфрона стал толще а он сам стал меньше так так тут написано неси им без юта потому что они ленились и поэтому не хватает буквы ют но задается законный вопрос они ленились они же кажется они кажется сказали очень очень верный тезис пусть общество принесет то что они принесут а что будет не хватать мы дополним но сам само это заявление тоже тоже говорит о лени то есть так бывает что человек что-то не делает энергично и быстро по причинам того что он говорит а бывает что лень приводит причины вы знаете что лень делает людей очень умными у них есть такие умные аргументы и такие прекрасные объяснения не надо это делать во первых это не принесет пользу во вторых зачем и еще разные аргументы а вы знаете что стоит за всеми этими умными аргументами просто просто лень то есть другими словами Рашик Рашик тут объясняет что действительно они говорили аргументы но за ними стояла лень теперь раз так то что человек делает лениво даже если это бриллианты это стоит духовно это стоит меньше чем чем что-то более простое но энергично и со всем сердцем основной же тут это доброта сердца бриллианты с ленью менее дороги перед Богом чем золото и серебро и даже чем бревна которые сделаны со всем полным желанием сердца и со всей энергией это один из ответов арахай хотите второй тоже второй есть интересный медраж ванесим простой перевод это князья правильно а есть еще перевод слова несим знаете какой второй перевод слова несим несим нет второй перевод несим обрака есть пасук мишлей несим в руах в гешем айн есть обрака есть ветер а дождя нет это тот же самый человек который хвалится что он что-то сделает а потом не делает так несим это обрака есть медраж что тут написано несим принесли так по медражу несим понимается двояко и несим буквально князья и несим обрака для князей облака спускали для всего еврейского народа облака спускали ман а для князей облака также кроме маны которые они получали как и все облака спускали бриллианты так они эти бриллианты которые они получили в подарок от облака через облака они взяли и принесли на постройку мешкана. Другими словами, они в это не вложили труда и энергии. А то, над чем человек трудится, это имеет большую цену. А то, что приходит легко, это меньше, духовно это меньше стоит. Они над этим не трудились. Это пришло к ним легко с ним. Поэтому это духовно не так дорого стоит. Оба ответа Рахаима очень интересны. Как все. Аж я не мара исходя. Я тебе показываю. И ставнись мишкан. Форму мешкана. Вы ставнись в форму кулкинов всех его предметов. Выхань тасу. И так делайте. Идут тут по порядку важности и святости. Значит, первое указание принести, приношение. Дальше строить, как надо строить. Как все, что я тебе показываю. То есть, точно, как Бог ему показал. Так, первый предмет это ковчег. Сделай ковчег из дерева щитым. Так интересно, основа ковчега было дерево. Наверное, потому что дерево это же символ растения, символ жизни. Из дерева это было сделано. Амоса им ва хейти орке два с половиной локтя длина. Ва моба хейти робы. Полтора локтя ширина. Ва моба хейти кимосы. Полтора локтя высота. Ви цепи покрой его чистым золотом. Изнутри и снаружи покрой его. Ва си сделай над ним зер зо вставив золотую коронку вокруг. Как это было? Что значит покрой его золотом изнутри и снаружи? Говорит раша так, что было сделано три ящика. внутренний основной был сделан из дерева. Прошу прощения, средний основной был сделан из дерева. А был внутренний ящик из золота и внешний ящик из золота. Три ящика. Средний был из дерева, внутренний и внешний из золота. вот тут довольно хорошо нарисовано то есть он внутрь он положил деревянный внутри золотого который внутренний прошу прощения внешний а золотой внутри деревянного это самый внутренний то есть есть был внешний золотой деревянный вставили деревянный вставили в золотой внешний а затем золотой в Ну и каемку тоже покрыли зомотом. А что символизировала коронка? Это аромби символизировал Тору. Там были скрижали, и там потом лежал Тор, цветок Тора лежал. Так это символизировало Тору, корону Торы. Интересно, тут написано, что... Тут обратили внимание, все размеры пломенчатые. Почему? Это говорит о том, что для знания Торы очень важно большое качество скромности. Все меры у Ковчега были пломенчатые. Мы так вылили ему арба табе зов, четыре золотых кольца. Мы так вылили ему арба на четыре угла. Из них два кольца на один бок. Из них два кольца на другом боку. Теперь... Теперь... Ведешь шесты ботобоис в кольца. В кольца. На боках ковчега. На боках ковчега. Нести ковчег ими. Теперь так. У ковчега же была длина и ширина, правильно? А где были шесты? Что разделяло между двумя шестами? Разделяло длина. То есть длина была два с половиной локтя, а ширина полтора. Разделяло между ними длина. Допустим, если бы тут было два с половиной, а тут было полтора, то кольцо одно было бы здесь, кольцо другое здесь, а шесты были бы так. В кольцах ковчега ее обады. Будет шесты. Чтобы они не вышли из него. Это запрет Торы. Что шесты нельзя полностью вынимать из ковчега. Эмир Симхе в книге Мешехохмо говорит, что это символ того, что есть сама Тора. А есть, кто ее несет, кто поддерживает. Кто поддерживает экономически, организационно, экономически поддерживает. Это ее шесты. Те, кто несут Торы. Они взаимосвязаны с Торой, они неотделимы от нее. Менасато эго рин. Положишь в ковчег. Эйсо идус. Свидетельство. Ашэр этэны гэхо, что я дам тебе. То есть, скрижали. Менасато эго. Менасато эго. Менасато эго. Рубим. Формы. Зоов и золото. Микшо выбитые таза и сумсделых. Мишно их цейся капелес. И двух краев крышки. Вот тут они нарисованы, но тоже какая форма тут не нарисована, конечно. Звук краев крышки. В геморе приводится, что это было как формы мальчика и девочки, молодых. То есть, это было, как известно, сравнение связи Бога с еврейским народом, одно из сравнений. Это как жених и невеста. Где жених – это Бог, а невеста – еврейский народ. Так символ этой связи был тоже на крышке. Мальчики, мальчики, девочки. Ваосей, сделай. Крув эхот ми коцо ми зе. Один круг с конца отсюда, ухрув эхот. А другой круг один ми коцо с конца ми зе отсюда. Мена капелеса. С крышки тазу сделайте за кругом. Аушник сейсу на двух краях. То есть, сделай из самой крышки. Не сделай из чего-то другого. Не сделай отдельные присоединения. Но из самой крышки. Ваюа крувим. Были крувим. Песах нафа им гамала. Простирают свои крылья наверх. Сыхых им баханфеем. Покрывают своими крыльями алла капелес. На крышке. Уфнеем их лица и шелохи. Возди к другому. Элла капелес крышки. Ее будут пны окрубим, лица окрубим. Говорят так. Что евреям должно быть по указанию Торы две вещи. Одно отношение один к другому. Другое отношение к Богу. Должно быть оба. Видите? Тут один к другому. И капорат. Капорат крышки. Там потом лежал свиток Торы. Там лежали, скрижали. А потом и свиток Торы. То есть евреи должно быть совершенным в обоих частях. И отношение между одним евреем и другим. И отношение к тем, что Бог нам велел в заповеди. А я говорю, что тут написано. Они были направлены один к другому и крышки. К крышки. К крышке там лежали, скрижали. А потом и свиток Торы. То есть вот то, что Бог велел... Заповеди относительно Бога. Один к другому заповеди, которые Бог велел. Один еврей относительно другого еврея. Так, совершенность. В высокий уровень евреев, когда он совершенен в обоих частях. И один еврей относительно другого еврея, и отношение к тому, Потому что заповеди, которые Бог дал между человеком и Богом, между человеком и другим человеком. «Положи крышку на ковчег сверху, а в ковчег дай свидетельство, а что это не легко, что я дам тебе». «Вы наедите хорошо, я буду делать встречи там, в дебарте идхо, я буду с тобой говорить». То есть до того, как мы построим мешкан, Бог говорил с мужем, без этого. А после того, как мы построим мешкан, так я буду говорить с тобой. «Из над крышкой мы бем между шнея кровь, двумя кровь, а что которые агарайно идут на ковчеге свидетельства». «Ескула шанса ве исхо, что все, что я тебе велю, обны и строил к сынам Израиля». В другом месте написано, «Моше входил в Войумейд». Вы знаете, мешкани были две части. Значит так, был двор мешкана. Может быть, я сейчас скажу двумя словами вообще постройку, как это было. Двор был 100 на 50. Потом был сам мешкан. Внутренние размеры мешкана было 30 на 10. 30 на 10 были разделены. 20 на 10 – это омлет. 10 на 10 была святая святых. Между прочим, святая святых было не только 10 длины и 10 ширины, но и высота мешканыша была тоже 10 локтей. Это был куб. Внутренний объем, внутренние размеры святых и святых было 10 на 10 на 10. А основная часть, где проходила основная служба, было 20 на 10 и 10 высота. В внутренней части святая святых был только ковчег. И там не производилась служба постоянная только в Йом-Кипур. Один день в году Коин Годул должен был туда входить 4 раза в Йом-Кипур. И брызгать там, и делать там ускорение. Один раз в году. То есть прошел больше не один раз, один день в году, а четыре раза он входил. Основная служба происходила в Йом-Моиде. Это основное место. В Йом-Моиде были три основных предмета службы. Там был стол, на котором ставили хлеба. Там был жертвенник, на котором делали воскурение. И там был светильник, который зажигали вечером. Эти три предмета. Место их расположения было такое. Шул Хамбацов. Стол был с северной стороны. Мной раз светильник был бодором с юга. А жертвенник был в середине, в центре. Основная служба была там. Затем, кроме этого жертвенника, который был золотым, был еще внешний жертвенник. Медный. Давайте я вам скажу три названия этих жертвенников. Которые соответствовали, то есть, противоположные один другому. Не то, что противоположные. Это разное. Значит так. Есть одно название. Был Мизбеях Ахитсен. Внешний жертвенник был во дворе. Он назывался внешний. Он во дворе. А внутренний. Мизбеях Апними. Внутренний жертвенник. Затем. Внешний, который был во дворе, был медным. А внутренний был золотой. Мизбеях Азов. Золотой жертвенник. Мизбеях. А нахошет медный. А третье из двоих названия был. Мизбах Ойро. Жертвенник, где приносит жертву Олах. Да. А внутрь, это внешне. И там приносили большинство жертв. А внутренний Мизбах Акторед. Жертвенник воскурения. Потому что основная служба, которая велась в течение всего года, была Акторед. А во дворе был медный жертвенник. И был еще умывальник, в котором коаним перед службой мыли руки и ноги. Это основная структура двора и ойлмоет и святая святых. Значит еще раз. Во дворе было только два предмета. Что? Был медный жертвенник внешний, на котором производилось большинство жертв. Практически все жертвы. Были некоторые, которые надо обрезать на золотой, но очень редкие жертвы. В Йонг-Кипур и некоторые особые жертвы. А почти все жертвы были на медном жертвеннике. А на золотом основное, что там делали, это воскуряли кторот. Воскурение. И из один состав, и из одиннадцати... Большинство из них были растения. Предметов, которые дают прекрасный запах. Одиннадцати компонентов. Теперь. Так тут написано так. Я буду сделать свои встречи там. То есть Бог будет говорить с мужем. Где? Будет из... Над крышкой. Я буду с тобой говорить. Над крышкой. Между двумя кругами. На ковчеге свидетельство. Все, что я тебе велю, Он бы не строил к сынам Израиля. Первый. Раша замечает. А есть другое предложение. Моше приходил в Илмайт. Это основное место служения. Двадцать на десять по размерам. И он услышал голос. Так Раша говорит ответ простой. Что он входил в Илмайт. В Илмайт. А голос выходил из святых над Капаратом. А Моше стоял в Илмайт и слушал слава Бога. Так. Следующий предмет, который тут разбирается, это стол. Воси со шелухой наций щитым. Сделай стол из дерева щитым. А моса и морки и ва морогбей. Два локтя длина. Локоть ширина. Ва мобах и цики мосы. А локоть с половиной высота. Ви цепице, а если золоф тоер. Покрой его золоф тоер. Чистое золото. Воси солы и рзыр золофсобив. Сделай ему золотую коронку вокруг. так вы помните у ковчега была золотая коронка а тут еще у кого устала и есть еще третий предмет мешкане у которого была золотая коронка на этих какой предмет золотой жертвенник который был внутри наши мудрецы говорят что эти три коронки символ трех корон которые есть у еврейского народа какие три короны корона торы корона царства и короны коэнства ковчег символизирует тору так там была корона на некоторые жертвы ник символизирует коинство служит кто служит коин это коронка коина а стол символизирует корону царство почему стол символизирует корону царя потому что на столе стояли хлеба то есть это символ изобилия символ еды что такое в чем из основных обязанностей царя заботиться о народе обеспечить его едой обеспечить его хлебом это основная функция царя так и поэтому стол на котором стояли хлеба это символизирует стол корона царства ну мудрецы уже сказали что коро что корону коэнство уже взял арон она уже взята захвачена корону царство уже взял царь забил для него для него его потомков а корона торы осталась как для кого она свободна кто хочет может взять нужно трудиться это другое дело но она свободна и открыта для всех интересно и мара говорит нам надо молиться в направлении храма но и мара говорит нам так кто хочет разбогатеет с яд пусть немножко направить на в направлении основное направление храму но немножко на север лягким стать мудрым я дрем немножко на юг а симонах признак шухом быцов и но мне рабдоры стол был на севере это символ царства символ богатства амнора светильник символ тары она была на юге это тоже надо понять эти слова наших мудрецов мы только что говорили что ковчег это символ тары правильно а тут мы слышим из геморрец что амнора тоже символ тары на цив своем комментарии а мы на тор а мы гнава говорит и объясняет эти две стороны хотите я могу вам сказать что он говорит в двух словах он говорит так и стора письменная тора устная тора как она записана понять какой вывод и и она уже там скрижали святых торы лежит в ковчеге есть еще больше и больше углубляться на светильники же были разные узоры там же были украшения там были рюмочки яблочки цветочки делать украшение вторе углубление узоры это относится к мноре понять тору ясно и и в к выводам и так далее это относится к ковчегу так так пишет на цив мы оси соли мисс герат зелиму рамочку тэфах тэфах высота тэфах сави вокруг мы оси со зерзов сделай золотую коронку мисс гартой него рамочки сави вокруг пиража приводит это уже в геморре есть два мнения а где была эта рамочка одно мнение то было рамочка вокруг стола вот так рамочка а другое мнение она была есть доска стола а под ним стоит рамочка внизу в там будет два мнения в россии соли арба табейзов сделай ему четыре золотых кольца в носа то есть от облез дашь кольца а варба на четырех углах который на четырех ножках соответственно вот этой рамочке тээна от облез будут кольца ввотим места внесения рывадим для шестов в оси сэс а шухом нести сто в оси сэс а бадим сделай шесты ацы щитым из дерева щитым в эти пи со и со зоов покрыл золотом внизу вон будет несено имя сашухон стол вот тут нарисован стол как он выглядит но самое главное на нем хлеба стоит видите тут хлеба два ряда по 6 хлебов вот тут это рисунок может быть больше тут было два ряда по 6 хлебов это хлеба особая они же имели особую форму ну они были во первых почти все что производилось практически все кроме нескольких исключений это все было масса нехамидзе все что было мы в храме приносилось и рэхэм апаним хлеб с лицом потому что представьте себе их форму лежит тут хлеб а тут поднимается и даже сгибается сгибается дальше еще так выглядели хлеба поэтому они называются рэхэм апаним они были толщиной тэфах тэфах это восемь или девять или десять сантиметров но тут поднималась так с обоих сторон и сгибалась видите вот тут нарисованы несколько мнений форму хлеба видите форму хлебов это надо было уметь выпекать так было так я прежде всего расскажу что было а потом переведем это предложение выпекали в особых посудах выпекали и они были же и железа были специальные формочки формы и железа в которых выпекали затем их вынимали и перекладывали в золотые формы и выпекали в пятницу а каждую субботу снимали те которые там лежали и давали куаним и ставили новые и новые стояли еще неделю до следующей субботы и тогда их опять снимали и ложили новые а те которые лежали давали куаним они их ели так были формы в которых их выпекали и железо затем были формы в которых и хранили с пятницы до субботы а затем было так там должны были положить ложечки фо из левона гадан на каждый из рядов по ложечки с ладаном а теперь они было два ряда каждый ряд и которым было по 6 хлебов нижний ряд ложили на сам стол и ложечка с лавона гадана уложили тоже на стол теперь нижний лежал на столе на чем будут стоять остальные пять так делали два таких где тут были два таких шеста на каждой из них вот эти представьте что это стол 2 на 1 есть тут такая такой не перегородка 2 я знаю как 2 нет это это же был из теперь стояли такие два сооружения в которые вставляли полуцилиндры значит так нижние нижние лежа стояла на столе а верхние подсказывали под них по три полуцилиндра для того чтобы хлеб проветривался полуцилиндров и вставляли их в эти сооружения и они подпирали эти хлеба по три полуцилиндра а верхние подпирали только два полуцилиндра каждый ряд был шести хлебов в осицу корейсов корейсов это формы это две два вида форм и и металлические формы в которых их выпекали и золотые в которых их держали до субботы в хопейсов ложечки с лавона гаданом у ксейсов на кейсов вот эти ксейсов на кейсов одно из них вот эти сооружения в которых вставляли эти полуцилиндры а другое эти сами полуцилиндры раша приводит два мнения что такое ксейсов и такое мнаки есов а шаюсов бээн что-то было ими покрыто зооф тоэр та са исом из чистого золота сделай их все то есть все они были из чего и золото эти сооружения были золото и полуцилиндра были золото веносато дай а ва шуху на стол рэхэмпоним рэхэмпоним лэфанай передо мной тамид тамид постоянно постоянно каждую субботу это ложили и это лежало неделю до следующей субботы а рэхэмпоним это называется потому что это хлеб у которого есть лицо не просто хлеб который лежит как как мы привыкли разные буханки хлеба а это он имел свое лицо он был согнут так идет прямо сгибается и даже наконец и по некоторым наклоняется немножко и для этого это то что стояло на столе то есть на столе стояло что хлеба и это символ богатство символ хлеба и две ложечки от две ложечки от рабона тоже это имеет приятный запах мы мы успели только маленький маленькую часть головы мне кажется меньше трети было два ряда по 6 то есть 12 хлебов 12 хлебов и как мы уже сказали что стол это символ царства что такое царство заботиться о хлебе для народа и там была коронка символ короны царства